По словам ленгерцев, со времен распада Советского Союза на их улицах не произошло никаких изменений, разве что водопровод, который был проложен два года назад, да и тот дал серьезную течь, исправить которую не могут и по сей день. Питьевая вода мало того, что имеет неприятный цвет, так еще и запах напрочь отбивает желание пить. Все приходили сюда и видели эту утечку воды. И Аким, и его замы. Я сколько раз говорил, чтобы нам помогли. Эта вода течет в мой дом. А теперь вопрос, кто за это будет платить? Мы за это платить не будем. А в районном Акимате уверяют, что за прокладку водопровода отвечает АО «Шимкент Газмонтаж». Нам удалось дозвониться до подрядчиков. В телефонном разговоре выяснилось, что прорвало, мол, не их трубу. Там сейчас наш прорав говорит, что это старая линия, но в России она не прорвала. Там же есть рядом проходит старая линия, которая в советское время не филили. Ну, и сотрудники Акимата, они просто, которые там с нами вместе были, они говорят, что вот это место, где прокладывали именно... Они за нас кинули, вот всегда, вот, они строили, а они виноваты. А на самом деле, мы сейчас, наша бригада работает, совместно с водоканалом. Жители уверяют, что идея провести здесь новый водопровод повлекла за собой массу проблем. По словам леньгерцев, после работы подрядчиков по дороге теперь ни пройти, ни проехать, особенно в непогоду. Практически невозможно. Улицы Дусин-Муратова и Комсомольской появились в начале 80-х годов прошлого столетия. В бараченных домах рабочие, которые трудились на шахте Тогус. Теперь от никогда жилой зоны остались только воспоминания. Внешние жилые кварталы сегодня больше похожи на заброшенный городок. Я живу здесь 20 лет. На этой улице новое только название. Больше ничего. Ладно, дома приватизированы, мы сами решим проблему. Но эти дороги кто должен делать? Кто должен создавать нам условия, чтобы мы жили нормально? Мы здесь живем как в трущобах. Сюда даже не может приехать скорая. А сколько пришло депутатов, которые нам обещали дорогу? А потом, как их выбрали, все пропали. Мы никому не нужны. Мы просто устали. Аким района много делает здесь, но до нас почему-то не дошел. Все будет, заверили в городском Акимате Ленгера. Надо просто подождать. А вот пробой на водопроводе – выдумка самих жителей, чтобы привлечь внимание, заявили чиновники. В 2015 году закончили проводить водопровод, подрядная организация «Шемгенгазмонтаж». В ходе проведения действительно обнаружились некоторые неполадки, где они воду проводили. Асфальт там чуть-чуть снизу упал. Нет, там его нет. Нет, асфальт там был. Но сейчас она разрушилась. Поэтому мы разговаривали, мы письмом выходили в Ленгерсу, у нас ГПС Ленгерсу и АО «Шемгенгазмонтаж». Вот сразу по потеплению, значит, погоды, они обязуются полностью дорогу заасфальтировать. Водопровод, вы хотите, водопровод сейчас, новая линия прорвала, и 7 месяцев вода течет. Мне кажется, это неправда. Мы сейчас это все выясним. И в ближайшее время, сегодня, завтра мы этот Ленгерсу и «Шемгенгазмонтаж» сообщим. Мы сообщаем, сейчас эту причину, аварийную причину устраним. Обещаниям властей жители не верят. Горожане просят областного Акима вмешаться и помочь им в решении ситуации. Шудин Саидов, Талхат Абдинабиев, Дельшат Адашев, информационная служба, телекомпания «Отрар».